Загородный дом Дом обретает свою атмосферу и стиль О стилях загородного жилища мы поговорим в этом сюжете Гость сюжета, декоратор Жукова Наталья, расскажет нам о стиле Шеби Шик Здравствуйте, меня зовут Лара Халетова и вы смотрите передачу «Гостиная». Существует много интерьерных стилей В стиле оформления помещений нашего дома И сегодня мы поговорим о некоторых из них Я хочу представить вам свою сегодняшнюю гостью Жукову Наталью Наталья декоратор и отлично разбирается в стилях Здравствуйте, Наташа Здравствуйте, Лара Наташа, мы с вами встречаемся не первый раз Я с удовольствием принимаю вас у себя снова Скажите, пожалуйста, сможете ли вы рассказать нам сегодня о стилях, которые применяются в оформлении интерьера Стили бывают разные Для загородного дома я знаю, что отлично подходит такой стиль, как кантри Мы поговорим сегодня о нем или о чем-то еще? Да, ну, как вы правильно заметили, что их очень много, конечно, мы все неохватим и обо всех не поговорим Я сегодня предлагаю поговорить о стиле Шеби Шик Что это за стиль, Наташа? Это авторский стиль, то есть он имеет конкретного автора, дизайнера Рэчел Эшвелл Это стиль не связан ни с какой исторической эпохой Довольно современный стиль Возник он в 1989 году То есть совсем молодой стиль? Да, да, вот, но при этом, несмотря на то, что это молодой стиль, он направлен как бы в прошлое И как дань памяти такой интерьерной эволюции, то есть пожившим вещам, вещам как будто из другой эпохи То есть этим вещам уделяется в нем основное понимание, да? Да Вообще этот стиль основан на трех основополагающих вещах Это комфорт, красота и вот такой налет времени Для него характерны светлые цвета В основном белый цвет, нет беленой шерсти, слоновая кость Легкие пастельные оттенки розовых, голубых, бирюзовых тонов Также приветствуются романтичные детали в виде кружевных тканей, тканей с набивкой в виде цветов Цветочный принт, да, вот я вижу пологи здесь, изголовье, множество подушек, комоды, зеркала, ключи Вот я вижу очень красивые ключи, старинные, с такими ажурными головками Цветочный принт здесь представлен в изобилии Ну такие элегантные вещички из прошлого Старые бутылки, плетонные корзины, пледы Кстати, ковка, и ковка вот покрашена тоже Белый цвет, да? Белый цвет, да? Вот он таким, с патиной Да, да, да Ну то есть как раз все те вещи, которые найдут свое место в загородном доме Да, в большом современном доме Это же пожившие вещи, которые, казалось бы, можно было выбросить Может быть, многие к этому относятся как к старью, ненужным вещам На самом деле им можно найти место в очень красивом интерьере То есть девиз сегодняшней нашей передачи Старье может быть элегантным, правильно понимаю? Что вы скажете вот об этих еще двух заготовках? Это я распечатала, подготовила цветовые палеты, которые показывают гармонию, которые будут очень уместны в этом стиле То есть это некая цветовая раскладка, которая будет задавать общее направление стилю и которой можно пользоваться при создании именно этого интерьера Да, то есть лучше взять, например, как общие цвета светлые оттенки для оформления стен и потолка А для оформления каких-то деталей, акцентов Более насыщенные Хорошо, Наташа, что мы будем делать сегодня? Сегодня мы будем делать интерьерную вещицу в стиле шипе-шип, искусственно состариваем Нам понадобится заготовка ключницы Вот такая отливка старинного ключа из пластика Кусочки рисовой карты с мотивом розочек Как раз тот самый цветочный принт Да И такая самая дешевая пластиковая салфетка под кружево Она нам понадобится для имитации кружева на ключнице Ну и, соответственно, акриловые краски Да, конечно, краски, кисти, паста, на которую мы будем сажать ключ Клей докупажный, шкурка, свеча Хорошо Заготовка, я вижу, уже загрунтована Да Вы использовали акриловый грунт? Акриловый грунт ГЕСА Он хорошо шлифуется, хорошо ложится на поверхность И подготавливает ее для нанесения красок И вот с этой подготовленной поверхностью уже можно работать дальше Что нас ждет в первую очередь? Ну, в первую очередь для создания потертости мы будем использовать одновенную технику шипе-шип То есть это создание потертости с помощью воска Поэтому мы покрасим ключницу в темный такой серо-коричневый цвет Цвет наших потертостей Натрем места, которые естественным путем затираются и на которых появляются сколы свечкой И потом, используя краску светлую слоновую кость, нанесем финишное покрытие Основной тон Основной тон Хорошо, давайте приступаем к работе Защитим стол краской бумагой Если нужна будет помощь, говорите Хорошо Красить я умею Тоже краской, Наташа? Да, серо-коричневой вот этой краской Мы красим все Вот заготовка покрашена в темный цвет Цвет потертости и сколов Теперь натираем ребра и углы парафиновой свечкой Акриловая краска после высыхания очень устойчива В том числе и к шкурению И просто сухой шкуркой высохшую акриловую краску не так-то легко счистить То есть ее можно до деревяшки неконтролируемо счистить А вот чтобы получить нужную интенсивность потертости и в тех местах, где надо Для этого и придумывают различные хитрости Например, натирание воском Так, что делаем теперь, Наташа? Теперь наносим краску фона В данном случае это светлая краска цвета слоновой кости На ключик тоже? Да, обязательно Я тоже могу помочь? Да На воск краска ложится не очень хорошо Поэтому лучше нанести два тонких слоя Чем одним густым пытаться перекрыть восковые потерки Понятно Готов второй слой Краска полностью высохла Можно приступать к дальнейшей работе Теперь мы берем кусочек шкурки Создаем такие потертости, которые будут максимально соответствовать естественным Как будто ее много жду трогали руками Да Эту вещь Да И как будто на ней оседала пыль И где-то образовывались колы краски Это все в тему То есть ребра можно даже как-то поинтенсивнее протирать шкуркой Получались более такие выразительные То же самое нужно сделать с ключиком, Наташа? Да Моя поверхность была меньше Я уже просто справилась с работой Ну-ка Очень хорошо Ну вот Такие потертости получились на ключнице И она готова Да На настоящие похожи Да И теперь она готова к дальнейшему, хотел сказать, использованию К дальнейшей работе Да Предлагаю сделать на ключнице имитацию кружева Смешиваем белило с бирюзовой краской Добавляем немножко охры, чтобы получить такой вот слегка Более сложный, более спокойный оттенок, да? Да Угу Более такой старинный Можно даже еще немножко добавить туда соленького Чтобы еще больше его успокоить Примеряем салфетку ключницы, чтобы видеть, какой кусок нам надо отпечатать То есть примерно вот этот рапорт Вот эту губку использовать Мы наносим краску на выпуклую часть салфетки Прям вот губкой Да То есть по сути салфетка будет служить не трафаретом, а средством переноса рисунка на ткань На поверхность Как штамп Как штамп, да Штамп Прокатываем резиновым валиком, чтобы получить четкий отпечаток Бледный-бледный рисунок, но он видел Ну, была задача именно легкий, вот чтобы он не был ярко выраженным А только как некий оттенок Теперь украсим крышку ключницы элементами из рисовой бумаги в технике докупаж И промазываем докупажный клей Практически декор готов Теперь нам надо дополнить его ключиком Приклеивать мы его будем на моделирующую пасту Мы нанеснем моделирующую пасту Обратную сторону ключа Достаточно густо Чтобы она схватилась с поверхности Вообще эту пасту часто используют в коллажах Тоже для крепления элементов и создания фактур Это все? И еще приклеим вот сюда тоже розочку И будет декоративная ручка Да, множество различных мебельных ручек Можно найти в строительных магазинах И выбрать подходящую Давайте ее белой красочкой подкрасим Давайте Чтобы она больше соответствовала до пору ключницы В таком виде она, по-моему, лучше соответствует Осталось ее прикрутить Спасибо большое, Наташ Получилась чудная ключница в стиле шилишик А с вами была Лара Хаметова Удачных вам экспериментов! Субтитры создавал DimaTorzok